давайте сегодня поговорим про permission и про права на объекты в моделях джанга это довольно популярная задача вот к примеру у нас есть книги да и если какой-то пользователь создает книгу если мы даем такую возможность до создавать что-то пользователю там у нас на сайте то очевидно что именно он должен это самую вещь редактировать да и мы не должны позволять как бы редактировать другим пользователям что-то то есть наша схема которую мы делали во вью по принципу любой может открывать книги да но создавать их может только тот кто аутентификает на сайте так вот эта схема как бы дополняется тем что любой может книги открывать создавать может только тот кто авторизован но изменять может только тот кто создал в принципе довольно очевидное решение да не только для книг а для любой вещи которые пользователи мог там создавать на сайте для этого как можно догадаться нам потребуется те же самые перми шин классы давайте зайдем сначала вот в этот перми шин класс и посмотрим вообще как он устроен довольно несложно выглядит да то есть вот у нас есть какой-то метод хэс перми шел в него передается реквест в него передается вьюм реквест нам нужен чтобы из него извлекать вот чтобы смотреть с какой метод пришел то есть это get там получение чего-то или это апдейт да и если метод не в списке сейф метод то есть get head options тогда мы должны от него требует чтобы юзер был и чтобы он был аутентифицирован похожую схему мы должны сейчас реализовать и и должны как бы дополнить ее тем что пользователь должен быть не только аутентифицирован да но он еще должен быть владельцем этой книги ну для начала вам конечно придется как-то определить что у книг есть владелец пока что здесь ничего такого нету это должен быть крейтер да или пусть будет даже вот овна у книги мы делаем models и форнки просто на модель юзер также мы должны приписать он делит и пропишем здесь models.set null и раз мы это прописали то мы должны еще подставить null равняется true импортируем юзера из jango-country-pouth models значит что такое форунки я думаю это понятно да если нет то посмотрите первый курс я рассказывал немного про это в двух словах в общем книга имеет связь на пользователе у книги есть только один юзер у юзера может быть много книг вот то есть такая один ко многим это и есть форунки далее он делит set null это означает вообще зачем нужен этот он делит он делит имеется в что нам делать с этими книгами когда мы удалим юзера в принципе здесь мы могли бы оставить эти книги потому что как бы пусть они имеют владельца да но они могут спокойно жить без него то есть мы просто можем сделать set null когда юзер удалится в этом поле образуется null если бы это было к примеру другое поле если бы это было поле лайк что юзер там залайкал книгу тогда что мы должны сделать с этими лайками если юзер мы удалили наверное мы должны удалить все его лайки потому что зачем нам лайки как бы которые мы не понимаем а кто сделал наверное здесь с лайками не совсем правильная аналогия закладками да вот юзер делает закладку какой-то книги если юзер удалился да то зачем нам сохранять вот эти закладки которые он сделал для кого тогда нам нужно делать не set null а тогда нужно сделать каскейд каскадно удаляться все закладки вот эти которые создал пользователей но здесь я думаю свет на вполне подходящее решение как обычно да мы делаем manage prime make migrations можно store указать manage prime migrate так вот у нас это поле создалось что дальше перед тем как начать писать эти права я думаю что имело бы смысл научиться присваивать вот овнера к книге в тот момент когда эта книга создается для этого нам нужно переопределить один метод вот в этом буквею сети если мы зайдем в модул view set зайдем значит в create модул миксин мы увидим по сути как у нас вот реализован крейт всего-то немножко строчек да и как вариант мы могли бы вот так вот этот create скопировать к себе где-то вот здесь вот подставить значит не буду редактировать где-то здесь подставить а юзера чтобы он в результате сохранился как бы в этом через стерилизатор в эту модель но специально для этих целей у нас уже есть метод perform create и мы просто переопределим его чтобы не переопределять вот это базовое поведение вот берем perform create скопировали его сюда из родительского класса то есть сейчас он работает абсолютно так же как работал раньше и дополним его каким-то своим поведением значит сериалайзер у сериалайзера есть validated data это то есть данные сериалайзера после того как он прошел валидацию вот сюда допишем овнара и возьмем мы его из self request . user так как у нас create может делать только авторизованный пользователь мы понимаем что в этом реквесте юзер будет обязательно и он не будет никогда пустой то есть если бы у нас create мог делать не только авторизованный мы должны были бы написать там if self request user вот как это здесь написано if request user if request user is authenticated и так далее но нам это не надо за нас как бы это контролирует уже permission класс да мы здесь понимаем что в крейте обязательно будет юзер ну в общем то это все что нужно чтобы просто присвоить пользователя книги того который ее создал давайте проверим это сразу же и сделаем мы это на этот раз почему бы не сделать это через юнит тест вот у нас уже есть юнит тест на крейт давайте напишем прямо здесь в нем принт такой да и вот в принте напишем так книга которую мы столько что создали у нас нету и и и дешни к нам взять его неоткуда поэтому мы просто напишем объект с точка олл нет объект . last . овнер посмотрим вот наш юзер да у него ими тест юзерный ну и запустим этот тест на крейт тест прошел и вот у нас строка вот это тест юзерный то есть мы увидели в тесте ага это присвоилось ну что нам надо сделать еще мы возьмем вот так вот и заменим этот принт на ассет self equal да что вот этот вот овнер в буке и сюда передадим сел в точкой юзер то есть мы сравниваем до что пользователи которые мы там создали он стал сейчас владельцем этой книги тест конечно же пройдет и вот видите нам не нужно лезть никакой постман нам не нужно запускать javascript приложение в браузере до делать какие-то там формы там махинации с api все у нас юнит тест показал то что нам надо в общем то уверены что любой кто пришлет этот пост запрос он своего юзера запишет вот сюда вот в этот овну еще один интересный момент для проверки через тест вот к примеру сделаем что-нибудь такое здесь некорректные вот 1 2 3 напишем вместо request юзера запустим опять этот тест креет тест конечно же упал и здесь написано cannot assign 1 2 3 to book owner потому что он должен быть инстансом юзера опять же это нам говорит о том что наш код работает правильно код этого креет теста он проходит по этим строкам пытается сделать вот это у него не получается да он падает то есть мы можем полностью полагаться на тест вот именно вот в этом кейсе вернем опять self-user и давайте займемся перми шин классом значит возьмем вот этот вот перми шин создадим вводить в store создадим перми шин точнее создадим файл перми шинс куда мы будем класть наши перми шины зайдем во вью вот в этот перми шин базовый как бы и возьмем просто его такого скопируем и положим к себе в перми шинс бейс перми шин импортируем из рез фреймворка сейф метод аналогично так и какого поведения нам тут не хватает значит у нас все остается тоже но да это должен быть другой метод не хэс перми шин а должен быть метод хэс обжиг перемешиваем вот такой вот мы скопируем просто верхнюю строку этого метода как наверное можно догадаться хэс обжиг перми шина работает как бы на тех урлах в которых есть айдиш ник ну точнее на темью до которые привязаны к какому-то объекту на какой-то конкретной книге как get книгу update книгу делить книгу и так далее а вот хэс перми шин просто он привязан ну судя по всему к тем view которые к тем методам view которые работают не с конкретной книгой а там со списком получить список создать новую книгу и так далее то есть тут нам все-таки нужен хэс обжиг перемешиваем вот так просто заменим и все теперь у нас есть обжект мы относительно него можем проверять обна значит остается то же самое если сэйф метод мы пропускаем пусть любое читает даже не авторизованный но если у нас это не сэйф метод да какой-то там put что-нибудь в этом духе то мы должны написать and должны написать на обжект . owner равняется request user вот так достаточно незамысловато да это выглядит дописали просто какие-то несколько символов давайте вот теперь особенно интересно особенно важно прогнать все наши тесты которые есть вот приложение на данный момент проходит тесты так а почему они прошли успешно потому что пройти не успешно не должны мы должны все таки перемешивать к нам импортировать во вью да из аутентикейтед а мы напишем из овнар орли донали вот такой будет наш перемешен и поставим вот здесь по view и импортируем опять запускаем тесты и вот я предполагаю что они не должны все пройти на один тест упал какой-то тест тест апдейт логично потому что в этом тесте апдейт мы обновляем какую-то книгу которые в общем то мы не создавали для того юзера который пытается ее обновить вот посмотрим book 1 книга создана овна руни нет никакого да он пустой пытается обновить вот этот потому что в тесте апдейт именно моего сейчас авторизуем да вот форс логин и все что надо чтобы этот тест начал проходить это мы напишем вот так он равняется в книге конечно напишем он равняется салф точка юзер 403 forbidden это вот та ошибка которая вызывает как бы джанга раз фреймворк когда мы пытаемся обновить книгу которая нам не принадлежит запускаем ведь все тесты вот они все прошли что еще важно касаемо тестов случае с перемешивания так как это касается безопасности да нам желательно этому отвести особенное внимание и написать вот такой вот тест который будет негативным он будет тестировать негативный сценарий значит not owner то есть мы пытаемся обновить книгу когда это делает не owner если перемешено у нас поломаются кто-то их там поломает то тест нам покажет что ага вот у нас тут дырка в безопасности образовалась и что мы должны сделать мы вот берем этого сэлф юзера скопируем его вот сюда в теста update not owner сделаем сэлф юзер 2 то есть юзер 2 и авторизуем мы сейчас его то есть другое авторизован не владелец книги запустим этот тест . тест update вот правильный тест упал с той же самой 403 ошибкой значит здесь мы подменяем на 6 теперь на 403 форбит дальше также проверяем негативный кейс на это число вот прайс у нас мы проверяли что он изменится но теперь значит надо проверить что он не изменится что он остается 25 так 25 и сделаем вот такой тест проходит и что еще иногда тестирует можно сделать так принта респонс дата какие данные приходят из сервера какой ответ вообще мы еще его сегодня не рассматривали вот он detail до 403 то есть это уже ошибка в ответе detail это деталь ошибки ее описание и код это значит какой-то фронт-энд клиент там на джаваскрипте может как бы отталкиваться от этого кода чтобы показать какой-то там красную большой какой-то плакат что вот вам запрещено это делать ну и detail то что в принципе он может какой текст вот фронт-энд клиент может вывести на фронт-энде ну и точно так же вот сделаем serve.assert equal вот весь текст этой ошибки и респонс дата то что вот такой вот респонс дата у нас форматируем все это так и error detail импортируем вот и такой тест тоже проходит конечно так с негативными сценариями я думаю тоже понятно попробуйте самостоятельно написать еще тест вот на delete допустим то же что ну точнее у вас возможно же есть тест на delete тогда вы проверите что он продолжает проходить можно написать негативный тест на delete тоже может будет какая-то подобная ошибка возможно точно такая же в общем посмотрите ну и чтобы это видео не было таким коротким я бы предложил сделать еще одно дополнение в permission давайте сюда зайдем и для начала мы его прямо вот делаем рефактор и ренейм мы его переименуем изовно ор значит став ор или донали вот он переименовалась здесь и переименовалась здесь тоже и вообще во всех местах где мы его используем она тоже переименуется так вот удобно в пичарме переименовывать так и дальше что мы еще должны проверить то что если request user он является имеет флаг став грубо говоря если он персонал сайта или если он типа админ что ли тогда мы должны разрешить ему делать удаление даже если это не его книга делать там обновление даже если это не его книга вот у нас остался один неиспользуемый импорт вот здесь мы его конечно должны удалить давайте сейчас в него зайдем и вот у нас есть такой permission как isAdminUser и мы можем от него использовать вот эту вот частичку то есть даже вот это вот проще говоря если мы просто наш permission это мы удалим конечно если мы просто здесь напишем что в скобках если пользователь owner да либо если request user изстав то он должен сработать вот примерно так как мы хотим то есть либо это владелец делает объекты да либо у нас юзерстав ну все понятно став он или не став это можно зайти в админке и там такие есть вот галочки напротив юзера можно его делать там став он супер админом и так далее так ну и для чистоты эксперимента сначала прогоним все тесты посмотрим что наше изменение ничего не поломали а они ничего не поломали теперь напишем такой кейс когда вот у нас делает апдейт юзер не owner то есть мы можем даже скопировать его вот сюда да да не owner так but став и вот пользователь которого мы создаем пусть он будет из из став равняется true вот вроде бы это так делается сразу же запустим этот тест 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 апдейт not owner but став тест не прошел то есть так как и должно быть потому что код возврата от сервера не был forbidden ну так и поправим штп 200 должен быть код уже от сервера реклайз дата нас сейчас не очень то тут интересует так и значение здесь должно поменяться еще раз запустим ну теперь тест проходит то есть мы видим да что юзер не владелец этой книги смог ее изменить потому что он был стаффом ну вот так достаточно несложно реализуется права через джангар с фреймворк на какие-то объекты которые есть у нас в базе вы можете расширять этот пермишен там как вам больше нравится вы можете создавать новые пермишены допустим если книга опубликована но пользователь пытается ее изменить да мы можем сказать ему типа погоди давай сначала снимем ее с публикации переведем ее в черновик тогда ты ее отредактируешь и заново опубликуешь то есть мы можем это реализовать тоже через пермишен сделать в моделс типа испаблишед да там true false ну или даже сделать какие-то стейты там черновик там стейт опубликован в общем разное состояние книги и тогда вот здесь мы будем проверять еще состояние этого обжекта и будем тоже не давать это сделать если он находится не в нужном состоянии это тоже в принципе популярный кейс для пермишенов вы можете придумать свои кейсы да здесь может быть достаточно большой простор для фантазии да какие будут какие будут в вашем приложении права и какие как вы их будете контролировать все это позволяет делать пермишены в джангаре с фреймворки вот в следующий раз Продолжение следует...